На месяц, на семью. И без ролика. И сколько раз не давать, вы оплачиваете сколько? 900 рублей. 900 рублей. Ну, пусть это будет три раза по 900 рублей. По месяцу. Ну, то есть мы здесь, это уже будет наша проблема. Если на дистанционное образование, естественно, что и компьютером мы обеспечим ребенка, и оплачивать этот интернет, который он будет использовать именно для занятий. Онлайн это нереально смотреть. То есть связь может в любой момент прерваться, либо он не будет слышать, либо он не будет слышать просто, либо тянуть будет что-то. Но мы сегодня связываемся с его возможности по скорости, которая у нас. Ну, тут очень маленькая, низкая скорость. Но у вас и в Вселенной мегафонный интернет низкая скорость. И была они такой? Мы делаем такое. Если он прерывается периодически, ну как, он будет сидеть, сидеть, раз прервалась, он ничего не будет, а он пропустил. И как он? Нет, это, конечно, это надо. Связь должна быть тогда хорошая. Ночью же не может ребенок сидеть, когда хорошая скорость, он не может ночью и сидеть. Днем. Ну вот. А днем обычно скорость плохая. Это мы связываемся с оператором, то есть какую скорость они дают, от чего зависит скорость, если это будет вот только тот тариф, который выбирается, и сколько это будет стоить, это оплачивать будет, естественно, школа. А семейное обучение, оно оплачивается или нет? Семейное обучение, только если ребенок не будет, там какая-то оплата будет вот с этого года, только в приеме не будет, а вообще школьное образование, нет, детсадовское, да, дошкольное образование, там сколько, 1600, по-моему, в месяц оплачивается, а в школах пока этого нет. Ну и у нас дети не верили, потому что мы вот этот вопрос тоже рассматривали. У нас в Барнауле центр дистанционного образования, который целенаправленно этим занимается, со своим оборудованием, со всем наследием, и все, тогда и связь налаживают, как следует. Но дело в том, что там только дети не верили, включаются. То есть у нас в банке девочка 11 класс закончила, вот она дистанционно полностью, и весь, ну сколько, я 6 лет работаю, что-то научилась. И сейчас у нас дети поступают в этот центр и будут обучаться не в школе, они прям в Ламонтово дети живут, то есть возможность, если в школе обучаться, они будут обучаться от Барнаула, этот центр, и обучение будет туда идти. То есть есть варианты такие. То, что дистанционное образование очень многих волнует, и настороженность есть определенная. И я к нему очень настороженно отношусь. Но вот этот год уже показал, что дистанционное образование как форма вполне живучая. У нас в Украинке от Мамонтово 25 километров, но там нет педагогов, и учителя Мамонтовской школы дистанционно ведут у них уроки у этих детей. И итоговая дистанция показала, что это вполне нормальная реальная форма обучения. Дети украинские все итоговую дистанцию прошли успешно. Это один на один, да? Учитель с классом. С классом. Включается камера у учителя и камера в кабинете. То есть дети сидят в кабинетах, оборудованных проектах. Экран супер положен. У них на доску, на экран выводится весь материал, который учитель демонстрирует. То есть они также в классе сидят. Но они сидят все равно там тоже идеи. По два, по три человека в классе. Их у нас всего 20 в этом году. 22 было в прошлом году. То есть на 11 классов, на 9 классов разделить их. По два, по три человека. Они заходят, садятся, включают. Тогда просто перед ноутбуком. Когда они садятся перед экраном. И трансляция идет на экран на большой шоу через проектор. Ничего сдают. А учитель идет урок. В нашем случае это не так, наоборот. У нас ребенок один сидит, а учитель с классом, я понимаю, где-то там. Это может быть учитель с классом и из класса идти урок, трансляция. То есть он может подключаться. Это может быть и один на один педагог. То есть вы отчимы на него можете один на педагог, когда вы все равно часы и все равно будете заниматься? Конечно. Тогда здесь понимаете, как ребенок этот уже, в дистанционном режиме обучаясь, он не находится в помещении без лицензии. Никого уже это не волнует. Он может здесь, он может из дома подключиться и уроки эти проводить. И вот мы строили долго правовое государство. Это фашистическое государство. Если так, то же нельзя. А если он может здесь, то туда не будет заниматься. А что изменилось? Это только враги могут делать. Понимаете, это враги государства. Только не было. Я не знаю, враги это не враги. Но мы с вами оказались заложниками в этой ситуации. С одной стороны закон, и нельзя. С другой стороны мы понимаем, что особенности села и жителей, и связь проживающих здесь, что невозможно просто выбраться зачастую. Поэтому надо как-то все равно продумывать. Как-то естественно. У нас живем мы. Только с одной стороны отобьешься, а получается с другой. То пояс отменяет. Едем опять в отделение дороги. в Западно-Сибирску, там это в Новосибирске, отбили. Стали останавливаться. Только, смотрим, вокзал разрушен. Был вокзал, разрушен. Сейчас начали опять добиваться. Хоть какую-то будку нам надо поставить. Потому что зимой только поездом добираемся. в город. А нам в город легче добраться, чем в мамонтах. Да. Ну, привезли, грибок поставили. Ну, говорят, это не пойдет в грибок. Ну, вот сейчас вот дали, отписку даже дали, что до 1 сентября сделаем перрон там и что-то поставим. Ну, подходит уже, но пока ничего нет еще. И все это с каким-то тоже обязательно сбоем с его добиваться. Это не только вы. Это я вам могу сказать, что у нас очень многие вопросы решаются вот ну, не совсем, наверное, тем путем, которое хотелось бы, чтобы проще, по-быстрее решить. Поэтому вы не воспринимаете, что это именно потеряевка. Мы прошли с лицензированием очень сложную ситуацию. И это требовало очень больших затрат. очень больших затрат. Ну, понятно ли, в центре там, где, допустим, сотни детей, там может что-то получиться, там, стергарты или что-то еще, там, охрану там нанимают, даже родители, там, где-то сами родители охрану нанимают. Ну, понятно, там, чтобы не было пожара. У нас-то какое? Ну, собрались вот сейчас три человека. Было пять. В прошлом году пятеро было. Ну, какое? Ну, пришли, вещи у нас топятся сами. Сколько лет получали? Там было на четверть ставки была у нас уборщица, как и истопник. Четверть ставки. Я не знаю, сколько вся эта ставка стоит. Несколько лет, лет десять было. Отменили, говорят, это, говорят, расходы большие. Ну, что, на школе экономика. Ну, сами стали попеременно по очереди топить, убирать. Одну неделю в один убирать дрова, убирать дрова, не убирать дрова. Дрова сами за катарфик. Я за катарфик задаваю. Тоже надо пить? Надо вот это помещение, оно уже восторг. Тоже надо пить? Это не отапливается. Это здесь как портал у нас, поэтому не отапливается. Греются сами. Греются сами. Ну, автомателем, да? И чтобы там было видно дрова. Я знаю. Поэтому и так. Давайте совместными усилиями и чем-то мы еще подумаем. Вот если ребенка восьмиклассника частично на дистанционное частично. А на следующий год и автократный классный. И самое главное нам с вами надо сейчас меры предпринять для того, чтобы попытаться лицензию получать. Вы здание в задах делаете. Мы можем только зарегистрировать лицензию мы не получим никогда. Нет, нет, да вам и не надо. Вы зарегистрировали это здание, чтобы у вас было право собственности вы на это здание. И тогда как собственник этого здания может со школой заключить договор аренды. Потому что без этих документов мы там кучку. Тогда нам пришлют этот Роспотребнадзордж. Да, обязательно. Конечно, они скажут окна у вас не с той стороны, окна надо на эту сторону. Да, окна с другой стороны. Бегут, что надо спилить, убрать. Печки выбросить. Туалета нет теплого. У нас туалет вон там. Закрытие. Да, еще и туалет идет. Вот делали. Вот салитцево. Вот все это делали. Но по крайней мере мы с вами будем предпринимать меры, что мы работаем в этом направлении. Мы работаем. Что-то делаем. А мы, наверное, как будем, жаловаться. Но жаловаться не в районе туда. У нас есть кому жаловаться. Ну, это Ваше право. Мы будем туда жаловаться. Если оттуда помогут, Богу жаловаться. Если оттуда помогут, я вас тоже поддержу. Поможем. Мы уверены, что это обращайтесь. Он никогда не с тобой. Прошения, пожалуйста. Но если я говорю, как вот сейчас, мне просто примите меры, чтобы в соответствии с законом. А этих мер мы с вами вот сейчас вместе. Ну, что у нас их просто. 1 сентября у нас как всегда началось. Только 1 сентября собирается здесь, всегда готовит концерт, показывает детям. Потом мы совершаем молебен. Просим у Бога, чтобы Господь благословил учеников. Им постигнуть мудрость. И все благословляется и начинается это. Чтобы нам этот год даже начали. Ну, будем надеяться. Давайте. Давайте. Я завтра еще. Я во вторник буду в министерстве, потому что я поеду туда на августовскую конференцию, на совещание. Я буду встречаться с заместителем министра. Будем еще раз эту ситуацию обсуждать, принимать какое-то решение. Но по всей стране не одна такая потеряевка, в которую не доехать, не долететь. Ну, мы, в том числе, иногда одна потеряевка. Да, у нас здесь одна потеряевка. Но вообще, у нас Алтайский край, у нас же и в гараж есть. Дереха, там в Сарапсовском, где-то. Да, есть. Там стадо большая потеряевка, там село большое. Но есть села и в горах, и на островах, и всякие есть села. То есть, как-то находят возможность. Будем чего-то пытаться придумывать. У нас было бы как-то другое отношение к человеку, к людям. У нас, смотря, человек был, ну, простой был. И вдруг он стал чиновником. Что ты, уже не подступись, уже он такие... Вчера же как-то со мной чашки хлебали, ели. В этом же грязи, ты ходил. Но сегодня он чиновник сам. Уже все. Ну, пойми, что завтра его уже не будет. Уйдет. Но пока есть надежды, надо спешить что-то сделать. Сделать такое, чтобы оставить за себе добрую память. Было что-то. Смотрите, вот если начнется, так сказать, вот шевеление, сейчас вот батюшка начнет оформлять на себя это здание, то есть что-то начнет действовать, да? Тогда он познает этот год, хотя бы школа садится. Вот смотрите, я завтра позвоню, я могу даже сегодня приедем, я уже позвоню и скажу, что вот мы начинаем какие-то шаги предпринимать для того, чтобы оформить лицензию. Потому что я сразу, когда мне вот после обращения батюшки в министерство, естественно, мне сразу вопрос лицензию, я говорю, вот у меня три документа, которые мы должны на лицензию. Я вам сразу говорю, познадзор, ну ладно еще познадзор, может быть что-то, можно сделать здесь. Роспотребнадзор, вот эти санитарные правила, они очень жесткие. Насколько они? Мы закажем экспертизу, Леон Анатольевна буквально завтра напишет в Центре гигиены и эпидемиологии, напишет обращение с просьбой провести вот эту экспертизу. То есть мы начнем вот это. Скорее всего, понятно, что вот первого сентября ничего не сделаем. мы будем, ну я буду, по крайней мере, со своей стороны настаивать на том, чтобы дети начинали обучаться здесь как есть. Но работали же у нас детские сады без лицензии, ну как-то, они же там были, нам давали сроки, вот столько времени для того, чтобы лицензировать. Вот этот год мы будем пытаться с вами, скорее всего, вот что-то делать. Потому что, ну я, честно говоря, не могу вам сказать, что мы сейчас приедем, насильно у вас детей возьмем и в Корчино вы, естественно, их не дадите. Да, я и не возьму ребенка, никогда. Куда я его повезу? Либо мы будем тогда в Корчино какое-то помещение готовить под интернат. Но нам тогда дороже будет интернат содержать, чем оплачивать заработок на платформу и дорогах, которые здесь работают. Но самое главное, что нам нужно вот это начать. Мы сейчас... это много в какая-то? Какие-то там не сейчас, может, 10 тысяч это же зарплаты? Ну да, где-то в таких пределах. Поэтому вы сейчас вот свои уборочные работы делаете, завершаете, начинаете оформлять здания. Мы начинаем все по всем остальным документам, что мы начинаем работу, мы что-то пытаемся сделать. Ну, конечно, вот я не знаю даже, что и как. В Барнауле тоже нереально вам детей где-то помещают, где девушка, которая говорила, что 10-11 дети живут у нее и учатся. Ну, 9 класс закончится уже ребенку 18 лет. Ну, 16-16. 16-16. Ну, это не 4-й класс. Да, не 4-й. Это не 4-й класс. Понятно, что дети начальной школы, и вы никуда не отправишь никакой эконом. Поэтому давайте так договариваемся, что пытаемся что-то делать. Я в мунистерстве тоже говорю о том, что мы разные варианты рассматривали, но все-таки будем пытаться получать. Я вам этот документ еще дам, у меня порт, я не знаю. Еще вопросы какие-то по области? Ну, хотя бы на горт, на мартинетик. Ради бога. А потом и в дальнейшем, на будущем перспективы, потому что документы эти сделаются, дети подрастают, у меня дети. То есть именно хотелось бы, чтобы обучение было здесь, потому что, ну, реально, там, везти под это вообще вопрос. Опадать. Сегодня запустило, там никого нет, потом еще кто-то приедет еще, чтобы именно как это все было, учителя здесь были. А у вас население пребывает, часто приезжали? Как, скажем, одно время-то, когда поселок восстанавливался, люди добавлялись, а сейчас стабильно? Мы три года назад приехали, сейчас у нас трое детей до школы, потом еще раз, два мужчин приехали. Молодая пара у нас... Какое-то время было затишье, потом по маленькому уже. Семья не есть, то есть он построит, то есть приехали, а он еще как-то строится, пока у него тоже ребенок есть. Ребенок маленький, Мы тоже были последние родители, собираемся еще. молодые, то есть тут как-то вот все равно на перспективу, чтобы на будущее не просто там этот год отучились и все там... Нет, я имею в виду этот год, чтобы не закрывали хотя бы вот в связи с тем, что у нас нету документов, что нет... Пока нет возможности эту лицензию получить. пока батюшка будто оформляет... Вот с твоей матерью мы оформляли дома. Мы раз пять ездили в это, мама зимой. Что это стоит съездить? Доехать до урывок на Буране, а потом там на машине и вот это... едешь какую-то подпись получить и цены, деньги я... Это процедура длительная. Это не нам просто. Вот поэтому я и говорю, что это не будет, что батюшка сегодня поехал, мы подписали и все, и завтра у нас все наука. И завтра готовы. Это будет длиться полгода как минимум. Да? Да. Поэтому вот... А полгода у нас школа уже через полмесяца должна быть работать. Вот это что, говорится так, чтобы в процессе вот, допустим, заявку сделали, они пока документы оформляют все, а нам, чтобы разрешили уже открыть школу. То есть обучают и параллельно делать. Ну, куда те, все равно не сделают. Ну, чтобы у нас не прекращался вечерний процесс. Ну, самое главное вот сейчас начать. Лена Анатольевна вот эти все заявки на проведение экспертиз направит. Вы отсюда здание оформляете, чтобы у нас... Мы могли сказать, да, мы начали работать, но нам нужно для этого какое-то определенное время. Потому что... Мишут какие? Может, будем пробовать что-то изменить? А мы, Елена Анатольевна, не пришлем перечень документов, которые нужны для того, чтобы оборвать лицензию. Там вот полный пакет. Но в основном эти документы делать будет школа для того, чтобы филиал открыть. А вот с вашей стороны самое главное будет создание все. Потому что там, наверное, первый пункт стоит заявление о выдаче лицензии. А уже потом идут сразу собственность. Вот даже для того, чтобы филиал открыть, глава должен сдать распоряжение или постановление об открытии филиала, в котором он сразу напишет. Закрепить за этим филиалом вот такое-то имущество. На основании договора долгосрочной аренды. Потому что понятно, что вы собственность не передадите его, и оно нам, собственно говоря, и не нужно это здание. Но на основе долгосрочной аренды вот это повещение будет закреплено за этой школой. И потом уже пошли. Все, 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 все. А после этого мы будем уже дальше. Это то, что служит того. Ну, я смотрела во всех реестрах. Потеряевка у нас официально поселок существующий. в отличие от тех, которые другие там тоже живут, но официально поселка не посчитается. Ну что, спасибо вам, что пришли. Спасибо, что спокойно воспринимаете эту ситуацию. Я думаю, что мы все равно будем искать из этой ситуации выход. через нее будем с вами держать, потому что и почта, и телефон, и его. Если что-то каким-то образом будет решаться, ну, значит, будете куда-то обращаться, все равно придет ко мне. Мимо меня не винует ни одно обращение. Обращайте пока не куда. Только Бог Богу будем обращать. Да, потому что, ну, Бог нам не шлет письма, все остальные письма шлют нам. Я сегодня постараюсь связаться, в крайнем случае я повторю не буду с нам с нашим. Почему? Пожалуйста, пока готовьтесь, готовьтесь, программу пишите, все делайте, чтобы в любой момент мы начали детей учить. Для нас, все остальное мы можем обсуждать, обсуждать, а дети должны учиться. Поэтому. Будет. Будет. Законно или не законно, но будет. Помогимся по Богу. Тихо. Борисовец, Господи, Господи, нас застрелился и к нам, Господи. Мы поем любовь к нам. Там, Господи, ты знаешь. Да будет поле Твое святая во всем. Как в годы тебе, Господи. Тебе слава. Вовеки, Бог. Аминь. Аминь. Провожай. Чайка, шарбуй. Позвало, Бог. Позвало, Бог. Кто меня застрелил? Можно я вас попрошу об одном. Видеозаписи, которые вы делали, вы можете их оставить себе, не выкладывать ничего. Хорошо? Потому как перед тем, как делать видеозаписи, ничего у нас такого не хотят. Вы обратили внимание, что я и не против, я и не это самое. Нет, у нас ничего такого не было. Что здесь? Вы имеете право записывать, но вообще я не давала согласия на то, чтобы размещать где-то в интернете, поэтому вы можете ими воспользоваться вот здесь для себя, но не для какого-то распространения. Это потому что сегодня у нас в государство правовое есть закон о распространении профессиональных данных. Поэтому спасибо вам большое. Я думаю, что... Вы умеете нехерпи. Мы хотим, чтобы у них терпи не делайте. Хорошо, я обязательно передам. Хорошо. Но они не могут. Тогда надо, чтобы он сходил и сделал на меня доверенность, что там оформленные данные, что оформленные, и тогда я куда-то... Она просто у меня вас, вам ксерами не обязательна. Как-то проще-то, учитывая обстоятельства, особенность деревни и все прочее. Вот я с вами в свое время, вот те ответы, 2003 года я нашла вся вот эта переписка. Вот если бы в то время, официально потеряя, пусть сделали филиалом, нам было бы проще. Если бы она была официально, мы бы уже в то время, когда лицензию Неворченского голова получали, мы бы знали, у меня вот он есть филиал, мы обязаны в нем перевести все в соответствие, тут же совместное усилие, вот это доделочное. А почему не сделали, я вообще не знала. Я вот пришла в 11-м году, я знала, я в маму, которая давно живу. Я знала, потеряевка восстанавливалась, когда все вот это вот, то есть курс всех событий. Когда я пришла, вот как она существует, для меня, например, было интересно, как работают педагоги, ну вот и я тоже, мне тоже неслись, а ты что 6 лет делала? Я говорю, только не надо мне такой вопрос задавать, я ее не открывала, я ее закрывать не буду. Вот у нас только просьба одна, чтобы хотя бы как-то пошли нам на встречу, что вот параллельно оформлять документы и все-таки шло обучение. А кто же, ну как, действительно, вы сами понимаете. Будем? Да, как бы будем. Ну, всего, да. А вам эта бумага нужна будет? Вот эта, да. Ну, это же копия уже. Да, копия, ну, чтобы не пропала зря. Нет, 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 я поеду вот в министерство во вторник поеду, я возьму все. Это восстановление означает все, инфраструктура, школа и проще. Это нарушение государственного незакона, что вообще делают. Поэтому я и попросила, что у меня не было, мне просто из министерства наставить сейчас данные. Документ привозили, что вот... Пусть будет, ну вот. Знаете, вот приезжал сюда Лор Иван Иванович, знаете, депутат Государственной Думы. Не депутат, председатель. Уже теперь депутат Государственной Думы. Да, вот он здесь был. Мы с ним ехали дорогой в одной машине, я говорю, Иван Иванович, а вот вы закончили один университет, сейчас учите заочно еще. А вы могли бы, вот как по сельскому хозяйству, управлять в Таиланде? Он говорит, нет. Я говорю, а в Стокгольме есть институт управления миром? Не Россией, миром. И то, что вы сейчас делаете, это программа мирового Кагала. Привести всех к единому правителю, который будет над миром Антихристом. А тут найдутся люди, которые будут продвигать идеи. И тогда не продать, не купить. 666 будет хлопнуто. И это об этом пишут, сегодня знают. Вот не знали, что такое Чернобыль. А в Библии написано и палась небо звезда Полынь. А Полынь, это что Чернобыль? 2000 лет назад было предсказано. Поэтому то, что сейчас делаю, это не без запущения Божие. Наше дело работать и молиться. Вот приезжал только сюда ко мне лично 4 раза уже начальник уголовного розыска Мамонтовского района. Поговорит, обязательно новых людей привозят познакомиться. Они не ходят, ничего. Если бы так все жили, организация его не нужна была бы. Ни одного пьяного, ни одного курящего, ни одного матерщинника. В воскресенье все храмы. Вот у нас большинство, которые закончились, все с красными дипломами. На работе с Сеней тот не подходил, его брат, он служил в президентском полку. То есть наши люди известны, но их надо учить. А как учить? В одно время круто поставили, в олиологии, учить правильно будить, аборты делать. И сидеть на презервативе, морковку натягивать. в классе и все в фильмах показано. А сегодня понимают, мы дошли до той точки, за которой расчеловечивание начинается. То есть человек, Бога нет, все позволено, как Достоевский говорит. А раз все позволено, поэтому родители не нужны. Поэтому можно все сделать. Да, все позволено. Ну ладно, поедемте. Давайте счастливое. По этой дороге поехали. Покажите, Бадик, она знает. Знаешь, прямо через первую. Давайте счастливое свидание. Вот мы сейчас увидите первый мостик, мы это все сделали с помощью Матударства. Вот эту щебенку только постили, 200-300 тысячи отдали. А вы сейчас дорогу у себя здесь хотите? Да, там не идут больше щебенки. Что-то там застряли, это Белово. Лена Анатольевна, но я вам позвоню, вы, если что, мне в среду наберете, хорошо? Потому что я во вторник там помогаю. А вы сайта. Проводи машину, я фактически ничего не слышал. Нет, сейчас действительно у нас с учеников тоже разрешение разрешение не хочет сняла, хочет в интернет выключить разрешение. Никаких разрешений, это аналоги, это выдумка. Подали в суд и суд сразу же решил, что в интернете выложено. Никто не спрашивает разрешения. Это мое право, я снимаю. Нет, снимать-то можете, а вы сайта с ее разрешением. Нет, 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 персональные данные, никаких данных нет. Нет, какие персональные данные? Это мое видео, это мое видео. Это мое видео, мое, я как хочу, так и распоряжусь. Нигде этого нет. Я не знаю, что сейчас запрещают. Нет, нет, закона нет. По закону обратилась, милиция их задержала, чтобы интернет выдержали. Суд в один день решит, милиция не права заплатить или что, я не знаю. Это мы знаем. И сидит, отвечает юрист, никаких правил других нет. Я разрешаю. А если я снял, почему я должен для себя? Я могу показать ей, могу поместить в альбом, могу поместить в интернет. Это выдумка. Ничего здесь и не было. Персональные данные ее, с кем она живет, с кем ночует. А я этого ничего не говорил. А иначе так вообще, нигде ничего не говорится. Ну, фотографии, вот запрещу, я знаю, что учителям при нам сказали, что фотографии детей, учеников, только с разрешения родителей в интернет вставляют. Дети не знают там, где эти разрешения, родителей, никогда этого не было. Если он на улице, что, ребенок здесь, съемка идет, он мельтешист, и что, теперь нельзя, парад победы идет, везде дети. Если общественное какое-то собрание там, то можно. А если, например, вот ты урок, только твой урок снимают, нельзя? Ну, это про уроки я не знаю. А вообще-то все, они зашли в магазин и стали снимать. Милиция подошла, стала что-то требовать, они ее сняли. Они начали приставать. Это сразу подали в суд, и сразу процесс выигран был. Сразу. И отвечает юрист, это говорит, превышение полномочия на нашем незнании законов играет. Это мое право. Я, если бы она выставила, а ее я теперь перекопировал, пошел, меня ютуб может крепко наказать. А так, нет, я свободен. Пошли. Продолжение следует...